Приветствую, братья и сестры! Христос в каждой книге Библии. Мы продолжаем эту тему. Сегодня у нас по очереди, по графику, послание Иакова. И в этом послании только два раза сказано Христос. Вот в первой главе Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа. Двенадцатиколенному ходячницу в России не радоваться. И вторая глава. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. И больше, больше слова Христос не встречается во всем послании, в пяти главах его. Но много стихов, которые конкретно указывают на Христа, о чем мы сегодня и поговорим. Ну, прежде всего, немножко истории об авторе. Иаков написано, раб Христа. Вот и вся его автобиография, которую написал о себе. Много споров было, оно и сейчас есть. Какой Иаков написал? В Новом Завете мы встречаем пять имен или пять людей, которые назывались, именовались Иаковами. Но я не буду перечислять всех. Главное, что наше братство в основном понимает, что это был родной по плоти брат Иисуса Христа. Иаков старший после Христа. Многие не принимают это, говорят, что у Марии больше детей не было, что она абсолютно одного только родила. Но об этом мы не будем говорить. Иаков, раб Христа. Для нашей беседы мы прочитаем два стиха для начала. Это из 4 главы 12 стих и из 5 главы 6 стих. 12 стих. «Ибо един законодатель и судья, могущий спасти и погубить». Один законодатель и судья. Конечно, это Христос. И в 5 главе 6 стих. «Вы осудили, убили праведника, он не противился вам». Итак, Христос в постании Иакова законодатель, судья, праведник. «Брат Христа». Брат Христа. Интересная история его описана в Евангелиях. Мы читаем, что у него были братья Иаков, Иосия, Иуда, Симон и сестры, написано. Вот Евангелие от Иоанна пишет Иоанн так, 7 глава, 5 стих. Ну, с 3 даже. «Тогда братья его сказали ему, выйди отсюда и поди в Иудеи, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». Братья его не веровали в него. И старались даже командовать им, что ты по Галилеи ходишь, выйди туда и в Идею, яви себя там. Даже приходили, когда он проповедовал, приходили его забрать и увезти отсюда. Это братья делали его? Братья его не верили его. Народ даже говорил, Марк пишет в 6 главе, «Не плотник ли он сын Марии, брат Якова, Иосифа, Иуда и Симона? Не здесь ли между нами его сестры и соблазнялись о нем?» Вот так принимали родные по плоти Господа нашего Иисуса Христа. И когда мы читаем Голгофские страдания Христа, когда Христос, вися на кресте, поручил Иоанну, любимому ученику, ученику любви, свою матерь, чтобы он ее досмотрел, а вопрос, а братья где? А сестры где? Я думаю, они даже не пришли на Голгофу. Там их не было, не написано. Вот так они относились к своему по плоти брату Господу нашему Иисусу Христу. И Христос Иоанну поручил свою матерь. Но пришло время. Христос умер. История говорит, что его брат Яков сказал так. Это в истории написано. Не вкушу пищи до тех пор, пока он не воскреснет, как он говорил. Яков говорил. И когда он воскрес, апостол Павел, когда перечисляет, кому явился Христос в 15 главе 1 Коринфянам, и там написано «И явился Иакову». Представляете себе встречу Христа с Иаковом? Яков, ты говорил, не вкусишь? Возможно, он не кушал эти дни, это время. Вот я живой, я воскрес, можно покушать теперь. И, конечно, тогда поверил Иаков. В Деянии апостолов мы читаем такие слова. Первое собрание в Иерусалиме. Более 120 человек. И мы читаем такие слова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, матерью Иисуса и с братьями Его. Вот и братья в собрание пришли. И братья поверили во Христа, что Он не только брат по плоти, а Он Господь. Умер и воскрес. И братья Его. Когда мы читаем дальше День апостолов, в 12 главе написано, что когда Петра взяли, помните, да, и ангел Его вывел, и Он пришел к ученикам, сказал, что Он свободен, и сказал, известите и Иакова. Интересно. Иакову надо сообщить. Когда первый совет был Иакова в 15 главе Деяния апостолов, совет апостолов и пресвитеров, там председательствовал Иаков. Помните? Одни так говорили, другие так в отношении язычников. Иаков взял слово и сказал, братья, вот так. Так написали и так послали. Это был уже председатель. Это был пресвитер первой Иерусалимской церкви. Павел Галатом пишет, что когда я пришел в Иерусалим, встретился с Петром и с Иаковом. Эти столпы, как называемые. Дальше Галатом пишет тоже в этом же послании, что Иаков, Иоанн и Петр меня и Варнау благословили идти к язычникам. Последнее посещение Павла Иерусалима Павел пришел к Иакову написано и собрались все пресвитеры. Иаков был ответственный брат, служитель Иерусалимской церкви. О его окончине точно нет данных. Одна история говорит, что его побили камнями, другая история говорит, что его поставили на крышу храма, чтобы он людей отвел или опровергал Христа, и чтобы люди не пошли за Христом, а он стал проповедовать Христа. И его сбросили с этой крыши и стали побивать камнями, а он стал молиться за них. И один из людей поднял палку, ударил и убил насмерть. Так история говорит. Так или нет, не знаем. Но это такая краткая история, братья и сестры. Итак, Христос в послании Иакова законодатель. В книге Бытие Исход, вернее, книга Исход, 24 глава, 12 стих написано так. И сказал Господь Моисею, взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и закон, и заповеди, которые я написал для научения их. Законодатель, Господь, который дал закон Моисею, так называемый Моисеев закон, чтобы он учил людей. Так написано в Евангелии от Иоанна, 1 главе, 17 стих. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Второй закон. Апостол Павел говорит, «Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Закон духа и жизни. Иаков в первой главе этого послания пишет «Закон совершенный, закон жизни, говоря о благодати Божией, о законе Христа». Если мы читаем Нагорную проповедь, давайте немножко остановим наше внимание, как закон гласил и какой закон Христов. Для сравнения. Вы слышали, что сказано 5 глава Матфея? «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду, а я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду». Закон Христов. Гневаться нельзя на братьях. Вы слышали, что сказано на древнем «не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем». Закон Христов. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей сразводную, а я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Закон Христов. Еще слышали вы, что сказано древним «не приступай к клятву, но исполняй перед Господом клятвы твои, а я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что она престол Божий, ни землей, потому что она под нож и ног его». Закон Христов. Вы слышали, что сказано око за око и зуб за дуб, а я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку, твой обрати к нему и другую. Закон Христа. Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего», «а я говорю вам, любите врагов ваших, благоставляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и морите за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего небесного и добавлю и гражданами неба», как мы сейчас слышали. Итак, Христос говорит, «во всем, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы, с ними, ибо в этом закон и пророки». Един законодатель, другого нет. И закона другого нет. Библия, закон Христов, хотя много законов издаются, беззаконных законов, а это законодатель, потому что его закон духа и жизни, его закон благодати, законодатель, судья. Судья, единый судья. Интересно, в жизни издаются законы, исполнительная власть есть, судебная власть есть. Христос в одном лице. Законодатель и судья. Он дал закон, и он наблюдает, как этот закон исполняется людьми. Судья. Однажды Господь явился Аврааму в лице странников, и один из них пошел с Авраамом в сторону Содома посмотреть, действительно ли так, как возносится вопль с этого места. И было сказано Аврааму, что он идет осудить, уничтожить. Авраам чувствует, что там его племянник живет, семья его, начал ходатайствовать, начал спрашивать, ну, вы знаете всю эту историю. И он так сказал, судья всей земли поступит ли неправосудно? Господь говорит, нет. Если там даже десять найдется праведников, не погублю. Судья имеет право, как здесь мы прочитали, могущий спасти и погубить. Это право судьи нашего Господа. И сам Господь Иисус Христос сказал такие слова. Отец весь суд отдал сыну. Вот там мы в первых страницах читали, что Бог судья, дал закон, он и судил, а теперь суд передал своему сыну. Един судья. Апостол Петр, когда проповедовал в доме Корнилия, он сказал такие слова. Деония апостола в 10 глава, 42 стих. Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. определенный от Бога судья судить живых и мертвых. Апостол Павел в Афинах такие слова сказал, 17 глава, 31 стих. Ибо он назначил день, в который будет судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Интересно, если самый большой преступник, сидит там в камере осужденный или ждет суда и вдруг умирает, будет его судить или нет? Ну, нет, конечно, а кого судить? Похоронили и все, и дело закрыли. А этот судья мертвых будет судить, живых и мертвых. И мы читаем в Откровении 20 глава, посмотрите, такие слова с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол, сидящий на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвы по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ада дали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ада повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Един судья живых и мертвых». И люди думают, что если умер человек, на этом все. дела их идут вслед за ними. И придет время, когда исполнится то, что мы сейчас прочитали. Все мертвые восстанут, все мертвые воскреснут, кто утонул, кого рыбки съели, кого сожгли, все воскреснут и предстанут над суд Христов. Единый суд, единый судья будет судить мертвых, и перед этим будет судить и живых. И пятая глава, братья и сестры, шестой стих. Вы осудили и убили праведника, и он не противился вам. Мы сегодня слышали, как первый брат говорил уже о Господе Иисусе Христе. Вы осудили праведника и убили. Интересно то, что народ, который слушал три с лишним года Христа, который видел столько чудес, столько дел и не признал в нем праведника. А люди, которые судили его, распинали его, они признали его праведником. Посмотрите, Матфея 27, глава 24, стих. Пилат сказал, невиновен я в крови праведника сего. Смотрите вы, и отвечая, весь народ рассказал кровь его на нас и на детях наших. Пилат рассмотрел его дело как судья, который сказал, я имею право тебя отпустить и наказать. Хотел отпустить, старался, но из-за своей карьеры подписал смертный приговор и говорит, я невиновен в крови этого праведника. Признал его праведником. Лука пишет такие слова в 23, главе 47, стих. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал, истинно человек этот был праведник. Сотник, который вел осужденного Христа на Голгофу, который охранял, который по приказу которого гвоздь вивали, распяли, подняли, ребро пробили, посмотрел на все это, на явление природы и говорит, истинно этот человек был праведник. Какова последствия? Мы не знаем в дальнейшем, но они признали, что это был праведник. Апостол Петр в 3 главе своего первого послания в 18 стихе говорит так, «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив духом». Мы сегодня слышали, был умершлен, но пожил. Христос воскрес, братья и сестры! Слава Богу! Он живой! Он воскрес! И мы имеем, как Иоанн говорит в первом постании, ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Сегодня Он живой! Он праведник, Он ходатай! Он законодатель, Он судья, но Он праведник и ходатай! Этого же послания в 5 главе, 8-9 стих, такие слова написаны. «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у двери». Судья стоит у двери. Так близко! Мы откровение читаем, что Он стоит у двери и стучит. А здесь Иак, как говорит, стоит у двери нашего сердца, может быть, нашего дома и слушает, что в доме, о чем мы говорим, что мы делаем. судья стоит, судья стоит, братья и сестры. Может быть, кого-то обличить, кого-то наставить, кого-то простить, кого-то наказать. Един законодатель и един судья, могущий спасти и погубить. он имеет власть и право, если он издал закон и наблюдает, как он исполняет человек, как живут по этому закону. но нарушитель закона, всякого закона обычно наказывается. Дорогие друзья, братья и сестры, стоит у дверей судья и ждет и наблюдает, кому-то стучит, кого-то предупреждает. И мы читаем Иоанна, 8 глава, 36 стих, такие слова. Если сын освободит, то истинно свободны будете. Он и освобождает от всякой зависимости, от всякой проблемы, от всякого греха. Когда? Когда человек искренне кается, когда его имя записано на небесах, когда он становится гражданом неба, Господь прощает, освобождает и говорит, иди и впредь не греши. Может быть, сегодня кто-то чувствует стук Христа, его зов, совесть говорит, что я нарушаю закон Христов, я не живу по этому закону, значит, он судья для меня. Но он готов сегодня помиловать, простить, забыть все то, что ты нарушал закон и сделать новым человеком тебя. Дам сердце плотяное, возьму каменное, как Господь говорит, и запишет ваше имя на небесах. И вы будете гражданами неба. Благослови нас, Господь, с этой надеждой, с этой верой в него, исполнять закон жизни и духа, закон свободы, совершенный, закон благодати и истины. Благослови нас, Господь. Мы сейчас помолимся. Благодарим нашего Господа, что он и законодатель, его совершенный закон, он и судья. И когда мы впадаем в его руки, когда он из нас хочет сделать лучшего христианина, лучшего дитя, любит кого, наказывает кого, и за это будем благодарить. И попросим силы, чтобы он дал нам силы дойти до конца и быть не только гражданами неба, но и жителями неба. Аминь. Помолимся.